В качестве основных средств сдерживание этой угрозы предлагалось исключить советское влияние в Японии, не пустить в Советский Союз, не допустить распространения его влияния на всю Германию и Китай, а также создать такую шалонированную систему обороны США. Первой линией должен был стать Американо-Западный, европейский политический блок в Европе, будущий НАПР, практически, второй сеть военных баз от Исландии и Кренландии до Карибского бассейна, второй эшелон, и третий, на случай краха, первый дух, это уже оборона Западного Булушаря. Создается, мы знаем, потом будет создана коллективная пакт-трио 47-го года, система коллективной обороны Западного Булушаря. Вот все эти уже черты будущей стратегии холодной войны в этом документе подписаны еще до Эльбе даже. Где-то вот как раз на Эльбе проходила уже первая встреча, и Братания, и Мольск, а военная, значит, разведка США уже планировала такое будущее противодействие Советскому Союзу. Ну, дальше больше, потому что под Дамской конференцией эти оценки стали. Рузвельт умирает 13 апреля, вот этот доклад, который я цитировал, который Рузвельт не пускал, не распространял, Трумад сразу же дал ему зеленый свет, и это, точка зрения, стало постепенно укрепляться среди американских военных. Не буду здесь вас утомлять другими цитатами. В общем, это вот необходимость противодействия будущей Советской во многом еще потенциальной угрозе, она постепенно начинала давлеть над Соединенные Штаты. И вот уже осень 45-го года планировщики военной США разработали так называемую стратегическую концепцию плана использования вооруженных сил США. Это был уже практически документ. Какие вооруженные силы нам нужно иметь? И какую концепцию безопасности мы посылали на Америку? А нас исходило из-за того, что, цитирую, единственная ведущая держава, из которой США могут войти в конфликт, является СССР. А уже начинают разрабатываться не планы войны, но планы уже отдельных нападений военных на Советский Союз, в том числе бомбардировок, стратегической авиации. Таким образом, вот за несколько месяцев, я когда это увидел в американской карте, я, честно говоря, был немножко удручен, потому что за несколько месяцев Советский Союз превращался из союзника, в глазах старейших военных и разведчиков, из союзника превратился во врага. Уже в сентябре вот все эти, значит, новые концепции были положены в основу военного планирования. Быстро очень. Обычно этот двиг в американской литературе, иногда и в нашей, объясняет тем, что Советский Союз стал вести себя очень грубо, экспансионистки в 1945 году, и это, действительно, спровоцировало американскую реакцию. Конечно, Сталин начал, аппетит приходит во время еды. Сталин действительно грубо нажимал, мы будем говорить, в Турцию, в Польше, конечно, жестко проводилось, и в Румынии уже начиналась политика Советизации. Были сделаны заявки на Черноморские проливы, на получение, значит, военных баз в Средиземном море, хотя бы доступа к портам Средиземного моря. Но, на мой взгляд, это не были качественные изменения советской политики. И сами по себе они вряд ли могут оправдать такой радикальный поворот в американском военном мышлении. По-моему, вот эти, если мы будем учитывать вот этот новый стратегический консенсус, новое американское понимание своей безопасности и потенциальных угроз в ней, именно через эту призму воспринимались теперь все действия Советского Союза. Через это вот такое искривленное зеркало нового понимания безопасности. Советские, Соединенные Штаты были как бы предрасположены видеть в Советском Союзе новую угрозу. Почему еще этот переход стал таким легким и быстрым? За годы войны в США было создано военно, огромное военно-руши. 12,5 миллионов человек были под ружьем. Глобальное военное присутствие, стратегическая авиация, атомные бомбы и так далее. И теперь, с окончанием войны, была угроза, что придется все это ликвидировать, демонтировать. И военные, конечно, были в ужасе. Они понимали, что демобилизации не избежать, но они хотели сохранить костяк этой военной машины. А без новой угрозы, без нового противника оправдать это было невозможно. Вот тот же Ринкольн прямо пишет о том, с внутренней документом Пентаграмма, доказать стране необходимости огромных финансовых, людских и промышленных ресурсов для подготовки США к войне. После того, как мы только что разгромили две великие державы, вроде война закончилась, но долго. Будет реальное, только если мы сможем назвать конкретное государство. Мощное и потенциально враждебное, с которым у нас есть конкретный конфликт, способный в недалеком будущем привести войну. Вот подобный такой поиск и обнаружение этого нового врага помогала и аналогия, которая стала набирать силы в Вашингтоне, аналогия между Сталинским режимом и нацистом. То, что делал Сталин, воспринималось через опыт войны, через призму восприятия Гитлеровской Германии, и, таким образом, Советский Союз был бы стал заменителем, национальным эквивалентом нацистской Германии, не менее опасным для Средней Германии. Неважно, что во многом это урозно носили еще потенциальный характер. Вот те же самые эксперты ОСС писали, мы никак не можем ждать, пока русская политика обнаружит себя полностью. Ибо подавляющей императивной ситуацией является будущий, я подчеркиваю, будущий военный потенциал России, и та огромная угроза, которую она будет представлять для Соединенных Штатов, если преуспеет в объединении ресурсов Европы и Азии под своим контролем. То есть то, против чего воевали США вместе тогда с Советским Союзом, против того, чтобы страны ОССР захватили контроль над этим стратегическим пространством, прежде всего Германии, теперь та же самая угроза, в принципе, исходила от Советского Союза. Советский Союз стал заменителем Германии. Ну вот это, мне кажется, основное, что было вынесено американским командам без опыта военного. И не только военным, но и многим политическим руководствам. Теперь обратимся к урокам для советского руководства. Это несколько более сложно сделать, потому что документов у нас меньше, можно судить только по отдельным каким-то наброскам и по конкретным действиям, которые принимаются в этот период. Но здесь интересные возникают сходства между уроками для советской системы и для американской. Если даже на Америке вот этот комплекс уязвимости, который возник после войны, который коллега Джон Гэндис называет «Insecurity of victory», значит, вот эти опасения, в тревоге победу. Если даже американцы с тех небольшими потерями, которые не испытали оккупации страны, на территорию которой не упала фактически ни одной бомбой, если считать маленькой бомбой, специально брошенной японцами, в Ригу, с маленькой подводной лодкой, то что же говорить о Советском Союзе, который был разрушен в годы войны, обескровлен, потерял десятки миллионов человек? Для него, конечно, и для советского тогдашнего руководства было ясно, что такой трагедией новой повторить нельзя. Нельзя допустить, что подобный потратился. Вот это было главное, мне кажется. Надо избежать, сделать все возможное для того, чтобы не было новой большой войны. Да, с одной стороны, конечно, война укрепила позиции Советского Союза. Расширь без границы, появилось военное присутствие в сердце Европы, появился политический капитал, но Советский Союз стал державой-победительницей, ключевым членом антигиттеровской коллекции. Но с другой стороны, разгромлены были исторические враги, Германия и Япония. Но с другой стороны, война показала большие уязвимости, стратегические уязвимости Советского Союза. Это, конечно, слабозащищенность, проницаемость западной границы, как легко. Гектор прошел вот это вот расстояние, и те 300 километров, которые Сталин выиграл в результате пакта около Елендропа, это просто, ну, еще 2-3 недели дало выигрыша во время. Значит, незащищенность западной границы, отсутствие потенциала глобального проецирования мощи. Все-таки у Советского Союза не было акеанского флота, сравнимого с американским, или даже с английским. Не было стратегической авиации. Тот самый бомбардировщик В-29. Сталин очень хотел, чтобы его поставляли по лент-лизу, американцы это отказывали сделать, но потом два таких бомбардировщика сделали вынужденный посадку в адреной простойки. И, значит, советские власти эти бомбардировщики разобрали приказу Сталина, и потом наш первый Туполевский ТУ-4 бомбардировщик был сделан как точные губы этого В-29. Так что не было как у Советского Союза не было глобальной сети Барска, не было надежных союзников. Все это война отказала. Не было выхода в мировой океан. Черная моря, Малтинская моря. Это все были, конечно, тоже области измеченные из опыта войны. Главной задачей, разумеется, оставалась защита территории, огромной и уязвимой территории страны. В практическом плане из этого следует уже нужно предотвратить появление либо мощного равного тебе по силе противника, либо комбинации государств, которые превосходили по своей военной мощи Советский Союз. не допустить образования этой новой антисоветской революции. Считалось, что на долгое время обезвредить Японию, обезвредить Германию, ожидалось, что Соединенные Штаты выведут свои войска из Европы. Сталин реально, оказывается, верил в это. то на европейском континенте баланс сил будет приемлем в целом. Как писал Майский, заместитель Молотова в 1944 году, мы говорили об этой записке в прошлый раз, в таком случае в послевоенной Европе будет только одна могущественная сухопутная держава СССР и только одна могущественная военная держава, военная морская держава, это Англия. Баланс сил будет приемлем для Совета. В Франции будет слабать военные отношения, иначе нам в Европе прямой военной опасности не представляется. В диаполитическом отношении главное виделось в том, чтобы создать такой буфер безопасности вдоль западной границы. Вот эта самая глубина обороны представлялась очень важной задачей. Именно там проходил прежет вражеских вторжений. В итоге второй мировой войне первый до этого. Так что подобное географическое понимание безопасности обычно американские историки называют архаизмом. Чем больше у вас пространства, тем вы безопасны. Но мы видели, что даже американские военные тоже мыслили в категории глубины оборотов. Чем дальше воевать от своей территории, тем лучше. Так что это не было только сталинское старомодное мышление. Это было общее представление о безопасности. Ну а как обеспечить этот поиск безопасности? Я думаю, Сталина, повторяю, точно идеи тогда еще не было. Где-то придется пойти на советизацию, где-то, может быть, удастся по-любованному договориться. Но так или иначе эти страны должны быть ворот советским влиянием или контролем. Ну и как мы знаем в скором времени этот поиск здесь очень хорошо виден. Это все приращение советской территории. Мы видим, что даже маленькая вот здесь закарпатская часть и Буковина, которая раньше не принадлежала Российской империи, она очень важна, потому что она обеспечивает смычку и протяженность вот этого общего защитного поиса. Кроме того, здесь проходят естественные здесь проходят Карпаты, это естественная граница, которая будет защищать советские рубежи. Вот защитный поиск в общем высот и Свиняй на северной стране. Так что эта задача была решена на Дальнем Востоке. Это было, конечно, мы уже говорим, возвращение территории при Великой утраченной русско-японской войне. Сталин планировал еще, хотел бы, конечно, получить и северное прокайдер. В таком случае Охотское море превращалось бы в Советское озеро. Вы видите, да, Северное Хоккайдо, Южные Курилы. Южное Сокровение мы получали, Курилы тоже. Если бы еще и Хоккайдо вот здесь разделить на части и отдать Северное Хоккайдо Советскому Союзу, то Охотское море превращалось, конечно, полностью контролированное и в свободный выход мировой океан. Так что это было неплохо, как встали, считалось. И на Западе, и на Дальнем Востоке России удалось умереть. Самым уязвимым, конечно, убежом с точки точки зрения геополитической оставался Южный Фланг. Закавказье мы здесь в Макусе. Значит, выход на Турцию, на Иран, в принципе, недружественное государство, стратегическое значение бакинских месторождений, мощности по переработке нефти, все это делало Южный Фланг уязвимым. Это, кстати, говоря, не только сталинская оценка, я видел оценки американской разведки, английской, они тоже, когда ставили себя на место Сталина, говорили, что да, вот здесь вот, на Южном Фланге, это под брюшье советское, но увезли, потому что границы здесь не расширились. Конечно, захват, значит, прямой захват, военный удар субопутный по этим районам был затруднен природными условиями, но бомбардировки стратегические, они были вполне возможны, и в этом смысле, конечно, в Закавказье было увезли. Мы знаем, что Сталин пытался сделать для расширения Южного Фланга в Северном, значит, ранее в Азербайджане, и возвращением территории отошедших к Турции в Укарскому договору Гаца и Артаган. Это не получилось, но, тем не менее, попытка и довольно такая серьезная была сделана. Другой важнейший урок состоял необходимость обеспечения свободного выхода через Балтийское, тоже черное. Как известно, здесь был получен Кенигсберг, как Молотов секретный для своего руководства писал по итогам подставки конференции, решение Кенигсберг не имеет для Советского Союза большое значение. У нас будет свой незамерзающий порт на Балтийском море, причем этот кусок германской территории непосредственно присоединяется к СССР. Там тоже были попытки сохранить советское присутствие даже создать совместные базы на Шпицбергене. Совместные базы предлагалось создать вместе с Турцией в районе Пролива. Такая же схема была предложена норвежцам на совместные базы на Шпицбергене и оставление советских войск на датском острове Балхвольм с тем, чтобы превратить его в советский Гибралтан, как тогда некоторые военные говорят. Но после сопротивления некоторых союзников западных задачи были оставлены. Так было невозможно. Значит, в целом мы видим, что вот эта советская значит назовем стратегическая дезидератор список пожеланий требований она шла в общем в русле традиционных геополитических устремлений России. Это было как бы расширенное издание царской империи. В основном восстановление границ царской России плюс некоторыми приращениями там, где можно. Плюс, конечно, советизация центральной Восточной Европы. Такая программа представлялась в Москве в основном не только стратегическом, но и моральном. Потому что считалось в глазах Сталина, я уверен, он считал это законной долей, законными трофеями войны, купленными советской кровью, победами, на которые мы имеем полное право претендантно. И в этом он ведал ровно правила. Он даже говорил Бернцу, госсекретарю США, Бебина, вернее, администра странных дел Англии в декабре 1945 года в Московском совещании. У Англии есть Индия, в Америке есть Китай, у Советского Союза ничего. Неужели нельзя нам дать? Он просил выход в Средиземные моря, в Трибритании, нынешний Ливий, право базирования. Неужели такой мелочи может нам отказываться? На что Бебин якобы сказал, ваша сфера влияния протянувалась от Людника до Триестра. На самом деле мы сейчас увидели запись, нам рассекретили нашу беседу, запись беседы Сталина с этим Бебином, там ничего подобного нет. Там Бебин никакого решительного тона со Сталиным не проявляет. Он наоборот говорит, да что вы, мы уходим, мы из Индии уйдем, мы оттуда уйдем, ну и на что не претендуем. Сталин говорит, да не уходите вы из Индии, беспорядок будет, хаос, будет разны там остаться, но и нам тоже что-то дайте. Интересно, что вот обоснованность этих, стратегическая, геополитическая обоснованность этих советских заявок, она признавалась в годы войны, большую часть, по крайней мере, из них признавалась на Западе, как открыто, так и про себя, так сказать. Вот Болдуин, такой был известный военный обозреватель, в Нью-Йорк Таймс писал, в 45-м году в мае он пишет, описывая, значит, что нужно Советскому Союзу для его безопасности. На Западе русские стратегические запросы нацелены на расширение политического, военного, экономического влияния России к Западу от ее традиционных границ. Эта стратегическая цель объясняет создание ряда буфорных государств вдоль западных границ в качестве санитарного кордора, но направленного не против России, а для ее защиты. На Востоке главным стратегическим фактором для США является близость к Транссибирской железнодорожной магистрали границы с Маньчжурией и географическая уязвимость Владивостока и Приморья, что предполагает советское преобладание в Северной Маньчжурии и Кореи, контроль над железными дорогами на Маньчжурии. Что касается выхода в мировые океаны, то это декорировать необходимость контроля над Петсама, Трестом, Тарданеллами и входом в Балтийское море, влияние в Иране и районе Турсидского залива. Вот это пожалуйста логика человека, который поставил себе на место Советского военного командования и увидел опослованность этих людей. А на Дальнем Востоке российское истребление к контролю над всем сахарином и японскими Курилами, перекрывающим морские пути к сибирским портам России, также является стратегическим оборудованием. Это в печати вот это государство. А вот то, что я нашел недавно в английском архиве близко разведка. Составил интересный документ осень 1944 года, который называется «Стратегические интересы России с точки зрения ее безопасности». А английские тоже разведчики поставили себя на место в наших военках и никаких оценок не давали, просто написали, что нужно Советскому Союзу будет обеспечена его безопасность. Я большой документ, я процитирую только то, что относится к Среднему Востоку, к этому Южному Флангу, о котором мы говорим. «Главная стратегическая потребность России на Среднем Востоке обеспечит должную защиту нефтяных месторождений Южного Кавказа, необходимых для ее военной экономики». Этот нефтеносный район защищен от сухопутного нападения, но для бомбардировок он очень визит. Хотя обладание нефтеносными районами Северной Персии дало бы России экономическое преимущество, оно не является для нее жизненно необходимым. Но, видимо, и Сталин в конечном счете решил, что мы проживем и без иранской нефти. Я пошел на попятное с этим из него. В стратегических интересах России продолжали англичане будет иметь возможность перекрыть доступ к нефтяным ресурсам Персии, Ирак и Саудовская Арабия любой враждебной державе. Всеогнищане считали, что мы можем вообще наших интересов попитаться и другим державам перекрыть доступ к этим нефтяностным регионам. То есть они даже большую сферу влияния отводили Советскому Союзу, чем Сталин потом пытался добиться. Повторяю, в годы войны это признавалось в основном, что все это действительно обосновано. Кое-что было признано, конечно, и Дальний Восток, соглашение Бьялтинской по Дальнему Востоку, и молчаливое признание советского доминирования в Польше. То есть какие-то шаги западные союзники пошли, но с окончанием войны другие программы максимумы Сталинской стала казаться неприемлемой, представляющей угрозу. утратилось и очень важное ощущение того, как чувствительность к советскому восприятию западных действий. В годы войны американская особенно разведка и дипломатия ставила себя в положение советской стороны, у которой свои комплексы психологические, и говорила о том, что я цитировала, с учетом истории иностранных нападений на СССР, влияние марсистской идеологии, советские лидеры, скорее всего, будут преувеличивать экспансионистские ренденции англо-американцев и возможность агрессии против СССР из любого источника. Преувеличивая грозящие своей стране опасности, они, вероятно, переборщат с экспансией советской мощи и влияния необходимой для предотвращения или отражения этой агрессии. То есть они понимали, что Советский Союз с его подозрительностью советского руководства к Западу, он будет, конечно, видеть даже там иврозу и агрессию, где может быть ее нечь. И будет, конечно, чрезмерно реагировать. Надо это делать по праву. А с окончанием этой психологии, учет этой советской реакции, эти советы, так сказать, особенности восприятия, оно исчезнет. Чувство эмпатии, способность войти в положение твоего партнера и противника. Посмотрели на ситуацию его возраста. Вот эта эмпатия была утрачена. А потом частично, я нашел в недавнем месте с Музыкотаментом подготовили публикацию наших документов по разрядке. И вот Генри Киссингер, когда он приезжал с секретным визитом в 1972 году в Москву, визит был настолько секретный, готовил встречу Брежнева с Никсоном. Визит был настолько секретный, что даже американское посольство не знало, что Киссингер в Москве ведет переговоры в Кремле. У него был отдельный самолет военный для связи, который стоял в далеком углу нашего Музыкотовского аэропорта. И вот, когда он готовился, Киссингер, к этой миссии, ну, это была в политической разрядке, он заготовил себе такую речь, краткую, историческую видение перед Брежневым, где даже попытался часть ответственности за холодную войну признать за Соединенные Минуты. Какие ошибки Соединенные Штаты сделали в те времена, чтобы как-то найти общую основу для мирного существования. И вот в этих заметках мы не пропусковали в нашем сборнике. Киссингер пишет, судя по всему, мы недооценили советские опасения, вынесенные из опыта Второй мировой войны. Мы также недостаточно хорошо сознавали, что потребности безопасности континентальной державы заметно отличаются от потребностей державы, окруженной как наша со всех сторон океана. Наша история отсутствия иностранных вторжений с 1812 года сделала нас невосприимчивыми к проблемам страны, подвергавшейся неоднократно нашествиям. Но это было уже признание постфакту. Но даже эти же слова Киссингер не произнес. Показывает запись беседы, до этого сделан не дошел. Но он заготовил все-таки это вот такое признание американской кошельки. Ну и в заключение хочу сказать еще об одном-двух уроках войны, которые были вынесены советским руководством. Это было, конечно, необходимость укрепления оборонного потенциата. прежде всего нам